Супруги. Самые близкие люди. Поговорим сегодня о книгах, в которых муж и жена проходят через сложности и заботятся друг о друге даже ценой собственной жизни. Жена путешественника во времени дебютный роман американской писательницы Одри Нифенигер. Это историю любви сквозь время. Главный герой страдает редким генетическим отклонением. Он путешествует в разные отрезки времени и не может это контролировать. Каким-то чудом он умудряется жениться и каждый раз оказывается в разных отрезках жизни своей возлюбленной. Ситуация усложняется тем, что заболевание передается его детям, которые внезапно исчезают из утробы матери, так и не родившись. История рассказывает о том, можно ли быть счастливым, если завтра не существует. Дневник. Роман Чака Паланика. Написан в форме личного дневника главной героини. Она вынуждена переехать на остров, чтобы ухаживать за больной матерью мужа. В то же время ее муж лежит в коме, дочь умирает и вообще весь мир рушится. Потерянная и отчаявшаяся девушка начинает рисовать картины. Много и страстно. Ее картины завораживают и даже могут убивать. Но внезапно героиня понимает, что все случившееся с ней вовсе не череда неудач. Что, возможно, кто-то управляет событиями ее жизни, чтобы достичь какой-то своей странной и страшной цели. Можно ли убить? И правда ли мертвые мертвы? Она узнает только в самом конце. По скриптам я люблю тебя. Первый роман ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Сюжет романа открывает страницы из жизни главной героини, которая переживает потерю близкого человека, своего мужа. Она не может смириться и абсолютно утратила волю к жизни. Однажды она получает пакет с письмами, подписанные ее покойным мужем. В каждом письме задание, которое помогает ей вспомнить все хорошее, что было в ее жизни. Всего 10 посланий, каждое из которых заканчивается постскриптум. Я люблю тебя. Романтичных и крепких вам отношений. А главное, чтобы вам с любимым нравились одни книги. Ваша Тами-не-Тами. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!